И в США задержан бывший агент Федерального бюро расследований Чарльз МакГонигал. Его подозревают в сотрудничестве с находящимся под санкциями Вашингтона российским предпринимателем Олегом Дерипаской. В частности, сообщается, что МакГонигал хотел помочь Дерипаске снять ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США. Как заявил прокурор Дэмиан Уильямс, Чарльз МакГонигал согласился предоставить услуги, попавшему под санкции российскому олигарху Дерипаске и попытался снять его ограничения. Правоохранители установили, что МакГонигал за свои услуги получал деньги через подставные компании, бывшему агенту предъявлены четыре обвинения, связанные с санкциями и отмыванием денег, каждый из которых предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Вместе с МакГонигалом власти США арестовали и бывшего российского дипломата Сергея Шестакова. По версии следствия, он вступил в сговор с МакГонигалом. Шестакова также обвиняет нарушение антироссийских санкций и дачи ложных показаний ФБР. Оба задержанные предстанут перед Федеральным окружным судом Южного округа Нью-Йорка. И о шпионах, агентах и их роли будем далее говорить. С Сергеем Жерновым у нас в гостях бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей Олегович. Добрый день. Тоже очень рад вас видеть. Спасибо. Но вообще, наверное, это дорого стоит отбелить биографии, отмыть от санкций, снять ограничения. То, чего, судя по всему, хотел олигарх Дерипаска. То есть нужно нанять агентов, нанять дипломатов. Те, в свою очередь, должны куда-то тоже сигнализировать. Такие истории вообще бывают для заказчика с желаемым результатом? Или, как правило, обречены на провал какие-то? Бывают. Бывают. Все, конечно, зависит от конкретной ситуации. Потому что бывает даже это не очень дорого стоит. Но если, конечно, биография такая грязная, как у Дерипаски, то это, конечно, стоит, во-первых, очень дорого. С одной стороны. А с другой стороны, если клиент богатый, то, соответственно, ему восстанавливаются цену высокую. Это процент от состояния, наверное? Ну, не то, что процент от состояния. Это, знаете, как получится. Как пойдут переговоры. Могут пойти переговоры успешно, могут неуспешно. Потому что наши олигархи, на самом деле, довольно жесткие люди в ведении переговоров. С деньгами они очень не любят теперь расставаться. Прошли те времена, знаете, когда, допустим, во Франции, на Куршевере и в других горных курортах французы были очень рады, когда им предлагали работать с олигархием. Потому что там давали чаевые по 500 евро в дополнение к обычной нормальной цене. И теперь все это дело прошло. Потому что у меня были знакомые олигархи, которые выверяли, сколько им кофе подали в гостинице, в гостиничный номер. Потому что были злоупотребления, когда гостиница тоже накручивала, говорила себе, ну, подумаешь, миллиардер. Ну, подумаешь, мы ему добавим тысячу баксов, тысячу евро на копейные услуги. Вот это все уже теперь не проходит. Они очень считают деньги, они считают центы, они считают копейки, они считают евро и доллары. И в этом смысле, конечно, все услуги имеют свою цену. Это зависит также от уровня того человека, контрагента из западной спецслужбы, который берется за такую работу. Ну и плюс посредник, потому что в данной ситуации вы, наверное, уже догадались, что явно был посредник из российского посольства, который, скорее всего, был офицером спецслужб. То есть российских, да, то ли СВА, то ли ГРУ, то ли ФСБ, потому что ФСБ теперь тоже есть заграничные должности российских посольств. Ну и, скорее всего, кстати, это мог даже быть и офицер ФСБ. Потому что раньше была служба внешней контрразведки в самой разведке, вот тем, чем заведовал Калугин. А потом, когда разделили эти организации, то, похоже, ну, в общем, мы можем только догадываться, потому что до конца это неизвестно, что теперь внешней контрразведкой занимается ФСБ. А ведь есть же информаторы, которые наверняка постоянно на зарплатах у таких богатых людей, как Дерипаска. Вот недавно в прессе было заявление, что многие российские олигархи практически за день до введения санкций против них успели переписать свои состояния на своих детей. Это значит, кто-то слил им эту тревожную информацию, да? Ну, конечно. Тут можно даже сказать, что была такая даже информация, что практически каждый из заместителей, руководителей всех наших специальных служб российских находится на заряжении у какого-то из олигархов. То есть, вот представляете себе, уровень информированности. Это там не клерки какие-нибудь маленькие, хотя и маленьких клерков вербуют, естественно. В России сейчас вообще, конечно, ситуация гораздо хуже, чем она была при Советском Союзе. Потому что при Советском Союзе все-таки спецслужба, основная КГБ, это был вооруженный ответ партии, там была какая-то идеология, там, в общем, более-менее, она была, кстати, не очень коррумпирована. Я бы сказал так, что КГБ даже в последние советские годы, в 90-е годы, она была самая некоррумпированная из служб правоохранительных, потому что самая коррумпированная была, конечно, ГАИ, потом МВД, потом там СУБИ какие-нибудь, и потихонечку мы доходили до ФСБ, до КГБ. Ну, КГБ-то в то время была склаба коррумпированной службы. Теперь... Зарплаты хорошие были? Нет, зарплаты, кстати, были не такие хорошие. Зарплаты были хорошие вот только у тех, кто выезжал за границу, кто работал в шпионском ведомстве, кто работал реально вот за рубежом, да, там платили. И то, опять же, это хорошее по сравнению с Советским Союзом. Потому что однозначному дипломату западному платили в 20 раз больше, чем дипломату советскую. Вот, и дипломаты советские вынуждены были надувать чоки и говорить, что да, вот мы тоже такие крутые все, и вот, как бы, соответствуют нашим коллегам. На самом деле ничего они не соответствовали. Вот, но это было лучше уже, чем в Советском Союзе. Из-за границы привозили квартиры, машины. То есть понятно, что это все-таки было, конечно, потому что вошла зарплата в рублях, оставала в Советском Союзе. Плюс та валюта, которую вы зарабатывали за рубежом, плюс эта валюта обменивалась, мы ее могли обменивать по какому-то довольно интересному курсу. По этому поводу, конечно, заработать, может, было гораздо больше, чем внутри Советского Союза. Итак, возвращаемся к олигархам. Значит, есть у них свои информаторы, ничего в этом нового нет. Они все на зарплате, они все заинтересованы сообщать своим большим кошелькам о том, какие могут быть для них перспективы. Ясно. Хотел бы с вами обсудить повестку, последнюю новостную. На этой неделе испанское следствие читалось по результатам работы по шести эпизодам, когда письма со взрывчатым веществом были доставлены сначала в посольство Украины, мы помним потом официальную резиденцию премьер-министра Педро Санчеса, в посольство США, в другие места. Тогда, напомню, никто не погиб, но легкие ранения получил сотрудник украинского посольства в Мадриде. Так вот, следователи Испании сосредоточили свое внимание на террористической организации Российское имперское движение, которая имеет центр подготовки боевиков. Он в Санкт-Петербурге располагает, это организация сетью агентов и сторонников Европе. Испанское следствие установило, что члены этой группировки приезжали в Испанию, имели контакты с местными ультраправыми организациями. В общем, за этими страшными письмами стоят агенты России. Такой вывод испанского следствия. Сергей, вот скажите, вас наверняка эти выводы не удивили? Вы сразу знали, кто может за этими угрозами стоять? Да, конечно, меня такие выводы не удивили. Другое дело, что это тоже может быть только поверхность этого дела. Потому что за этим могут также стоять еще и в дополнение к всему российские спецслужбы. Потому что вот эта организация, скорее всего, она инфильтрирована той же самой ФСБ. Потому что нужно ведь, чтобы такая организация с такой повесткой, она, в общем, находится даже где-то в оппозиции к Путину по сравнению с тем официальным курсом, который прокламирует партия «Единая Россия» и так далее. То есть такая организация может... Они претендуют на влияние на российскую власть. Но, в принципе, они российской властью не являются. Поэтому они могут представлять опасность и для российской власти официальной. Поэтому, естественно, такими организациями занимается очень серьезная ФСБ. И, как правило, она, кстати, их инфильтрирует. Но когда разговор идет о том, чтобы проводить какие-то спецоперации за рубежом, и тем более не против российских интересов, а против украинских интересов или интересов Испании, которые, кстати, поддерживают Украину, в этом смысле, кстати, эти были теракты, потому что Испания, безусловно, входит в ту коалицию, которая поддерживает Украину, готова ей, кстати, передавать партию «Танки Леопард», которые у нее есть немецкие, дело только стоит за разрешением Германии. Ну, уже есть. Да. И, то есть, конечно, такие организации, они все интерферированы спецслужбами российскими. Большинство их руководителей являются агентами платными или не платными ФСБ. И, соответственно, ФСБ может им давать такой заказ. То есть оно, как бы, может, это заказчик ФСБ, а исполнитель вот этой организации. То есть, если испанские спецслужбы выйдут на эту организацию, то они, может быть, почувствуют, что есть уши такие российские, там, топчат. Но напрямую предъявить это российскому правительству не смогут. Ясно. Так, теперь, как вы прокомментируете желание француза Адриана Боке получить статус беженца в России? Я напомню зрителям, это тот самый Боке, который в прошлом году раздавал во Франции интервью налево и направо, выдавая себя за компетентного бывшего военного. Он утверждал тогда, что украинские военные прячут западное оружие в жилых домах, обвинял вооруженные силы Украины в убийстве мирных граждан, всячески отрицал военные преступления российской армии. Вот сейчас мы видим кадры этих интервью. Он тогда же, этот Боке, убеждал всех, что трагедия в Буче – это спектакль для Европы и всего мира. Но вскоре его выкрали журналисты и украинские, и французские. Оказалось, что в Украине он хоть и был, но все выдумал и про места, и про события. Вдобавок удалось связаться с его бывшими сослуживцами. Они называли его «болтуном», «выдущиком» и «лжецом», на слова которого полагаться не стоит. Короче, а сейчас вдруг Адриан Боке захотел стать беженцем в России, и МВД стороны террориста уже приняло ходатайство француза. Наверное, в Москве решил прятаться от своей страшной лжи? Ну, вы знаете, здесь, кстати, сама история, в общем, она ничего нового не имеет, потому что такие люди, к сожалению, во Франции есть, их довольно много. Кстати, в этом смысле надо, я уже говорил, что вот если взять политический спектр парламента французского, то у Путина большинство во французском парламенте. Потому что если взять Меданшона, крага, крайнего левака, если взять крайнюю правую партию Марины Люкен, крайнюю правую партию Эрика Зимура, половину, так сказать, правых нормальных, условно нормальных классических правых, то он наберется, в общем, там больше 50%. То есть появление такого персонажа неудивительно, совершенно. Абсолютно неудивительно. Удивительно другое, что на самом деле, вы знаете, я бы даже сказал, что этот персонаж, он дает, может быть, даже хороший пример. В том смысле, что, ну вот, парень, если ты топишь за Путина, ну езжай в Россию, и нет проблем никаких. Если ты так любишь засос эту диктатуру, если ты так любишь эту путинскую Россию, прекрасно езжай. И в этом смысле, я бы сказал так, что это наоборот, его надо говорить. Вот все, кто во Франции, вы считаете, что Путина, Россия и путинский режим – это хорошо, вот следуйте примеру, давайте вперед, ребята. На фронт хотите? Езжайте, езжайте. Вы оттуда вернетесь в черном пакете, точно так же, как возвращаются там зэки Вагнера какие-нибудь и российские чмобики. Вот, то есть в этом смысле, конечно, ничего. Ну, с другой стороны, мы, конечно, понимаем, что парень просто раскручивает себя, потому что ему приятно, интервью давал теперь, вы теперь о нем говорите в Украине, даже вот теперь узнали такую фамилию, там в России узнают. Ну, пример же уже были все-таки. Пример, кстати, противоположный пример, который вот тогда мне очень не понравился, это пример со Сноуденом. Да, потому что Сноуден, как раз наоборот, он был реальным, то, что называется, блэуисто, да, то есть человек, который там привлекал внимание к недостаткам работы западных спецслужб, а у западных спецслужб, безусловно, есть недостатки. И нужно сказать, что все разведывательные службы во всем мире являются преступными организациями, которые нарушают законы везде, за исключением своей страны. И по этому поводу у него правильное было решение. И, кстати, тогда меня ужасно удивило, что западная Европа, которой он рассказал, что вот американские партнеры прослушивали телефоны Саркази, Оланда, Ангела Меркель и так далее, то есть союзников по коалиции по западной и по НАТО, и он это рассказал, ему должны были предоставить политическое убежище во Франции, в Германии, в Англии, где угодно. А его отказали в этом деле. И таким образом он сначала оказался в Гонконге и чуть не у китайцев, а потом, в принципе, и потом в итоге стал российским гражданином. Ну, Буке по сравнению со Сноудедом, это вообще такая пешечка, то есть даже невозможно сравнивать, да, мелочевка. Да, это мелочевка, это просто, я сказал, что, так сказать, Буке, это просто, ну, там, кстати, совершенно не исключено, что он был каким-то там военным когда-нибудь, да, потому что совершенно спокойно ему походить там службу по контракту. Вот, кстати, в французской военной среде довольно много симпатизантов Путину, так же, как, кстати, раньше было даже довольно много симпатизантов Советскому Союзу. Это удивительная вещь. Да. Ну, будет теперь гражданином России. Хотел вот еще... И Бог ему в помощь. Да. Да. Ну, там... Да. Всегда хотел у вас спросить. Интересует вот ваше мнение и ваши мысли. Некоторые психологи, физиогномисты, их немало, разведчики с опытом сейчас высказываются о двойниках Путина. Я лично эту мысль слышу еще где-то с начала лета прошлого года. Мол, Путин не один. Есть заменители, так сказать, оригинального Путина. Они подменяют его на различных мероприятиях. Как правило, это какие-то протокольные съемки для федеральных СМИ. Ну, например, когда Путин там крутит руль грузовика якобы на Крымском мосту и так далее. Что вам, Сергей, известно о возможных заменителях Путина? Они действительно существуют? Ну, судя по тому, как упорно ходят эти слухи, наверное, нет дыма без огня. Потому что здесь надо исходить. Кстати, вот вы говорите с прошлого лета. Я это слышу уже 20 лет с словами Путина во власти. То есть, начиная с 2002 года примерно пошли уже слухи. Причем они, знаете, откуда родились? Потому что Путин, в общем, очень ленивый человек. Просто ленивый по жизни. Он опаздывает, он вообще не очень любит работать. Ему вот его распорядок дня – это что? Встал, сходил в бассейн Нового Огарева, сходил в спортзал, позавтракал, погулял с собакой или с медведевым. Ну, что одно и то же, в общем. Причем это неприятная вещь для собаки. А потом, значит, ему приехал какой-то человек, принес папочку, значит, ну, почитал он. Папочку, кстати, он не читает. Он просто ему говорит, ну, вы мне своими словами перескодите, что здесь написано. Ну, пересказали ему. Потом, значит, пообедал. Потом, я не знаю, если зима, значит, покатался на лыжах. Если лето, то еще что-нибудь там поделал. В общем, он такой вот, он сиборит абсолютный. И по этому поводу, когда, конечно, нужно было, а ведь в голове большого государства нужно вести управление государством, нужно постоянно представительскую функцию какую-то осуществлять. И совсем я не исключаю вариант, что он сказал, слушайте, давайте найдите мне какого-нибудь человечка, который более-менее на меня похож. Ему говорить ничего не надо, там, перевезть ленточку какой-нибудь, как вы говорите, там, порулить грузовик какой-нибудь, и все и нормально. А меня это избавит от необходимости ездить куда-то там по России, которое там 17,5 миллионов квадратных километров и 11 часовых поясов. Вот, то есть это совершенно все нормально. Плюс, я не исключаю, кстати, вариант, что у него действительно проблемы со здоровьем. А когда у человека проблемы со здоровьем, то он может после какой-то даже успешной операции выпасть там на два-три месяца из публичного пространства. И тогда нужен человек, который просто обозначит, что все нормально, что президент присутствует, что все хорошо. И плюс к тому же у Путина, конечно, есть бизик на собственно безопасности. То есть когда надо выйти на какую-то там большую публику, особенно в последнее время, когда вот идет война, когда явно у него много врагов, и там под пули снайперов не очень хочется ему, конечно, выходить. Плюс ковид. Мы все видели, что он очень сильно боится за свою жизнь. То есть, в общем, это совершенно не удивительная вещь. И, кстати, вот то, что Кирилл Буданов об этом сказал, начальник разведки военной украинской, и плюс президент Владимир Зеленский, которого, кстати, мы поздравляем с днем рождения. У него сегодня исполнилось 45 лет. Здоровья и силы. Большого здоровья, победы, он великий человек, и Украина под его руководством победит Россию, нет сомнений. Кстати, Зеленский, да-да-да, на прошлой неделе Владимир Зеленский, обращаясь к гостям Давоса, вообще заявил, что не совсем уверен, что российский диктатор Путин еще жив. Я вот это имел в виду, то есть я как раз к этому случаю хотел бы подвести наш разговор, потому что, в принципе, вы знаете, конечно, сначала такое отношение было, что, ну, Владимир Зеленский просто троллит Путина таким образом, такая ирония некоторая. Но на самом деле, вот когда все-таки начальник военной разведки и глава государства говорят такие вещи, то я думаю, что на самом деле под этим стоит какая-то реальная информация. И причем эта реальная информация, вы знаете, подтверждалась, была такая история, когда двойник Путина якобы приехал в Германию к Ангеле Меркель, а немцы сразу распознали и сказали, нет, вы нам, пожалуйста, приведите настоящего Путина, и там ждали несколько часов, пока настоящий Путин прилетит из Москвы. То есть вот такие истории были, я не знаю, насколько это правда, насколько это все серьезно. Но то, что ведь есть исследования, в том числе в интернете их можно найти, потому что действительно Путин очень разный. У этого есть, там есть даже классификатор, там есть какой-то там Монгол или там, я не знаю, там Бурят какой-то, им даже ярлыки повесили. Болтун, Бурят, еще какая-то там, их там три или четыре Путина или даже там пять и шесть, набралось разное. Причем исследования довольно серьезные, потому что сразу... Как Змей Горыныч прям, да, надо только успевать голову рубить. Нет, вот вы знаете, если бы Змей Горыныч, это тогда, когда вот три Путина одновременно выйдут. Это вот, кстати, мы с кем-то тут недавно шутили на эту тему, когда вот выходит, допустим, Путин, начинает речь, и вдруг заходит второй Путин и говорит, подвиньте, теперь моя очередь продолжать эту речь. Я так думаю, что вот они дойдут до этого. Послушайте, а где он этот Горыныч, один или совокупный образ, где он может прятаться? Ведь он буквально сейчас самоизолировался, отсеки. Многие говорят, что вообще, ну, с ума сошел вот за время ковидной изоляции. И мы помним вот сейчас эти кадры одинокого Путина на Рождество в храме. Он один. Скажите, вот эти все истории про бункеры Путина, про некое метро-2 глубоко под землей, под Кремлем, связывающую Кремль, там, не помню, с Домодедова, по-моему. Вот это все правда? Это правда. Да, это все правда. Потому что люди, так сказать, а есть, кстати, слухи ходили со времен Сталина. То есть я помню еще рассказы моей бабушки, которая мне говорила, что вот там под Кремлем есть чего-то, там есть какое-то метро-2. Вот бабушка, там дядя мне рассказывали, что вот есть такое дело. Ну, я был маленьким, и лапшу мне эту вешали на уши. Ну, я в общем сомневался, когда стал немножко постарше, вот. А когда стал работать в КГБ, мне мои приятели по КГБ подтвердили, что есть действительно такая штука, потому что у меня дядя и двоюродный брат работали в девятке. Девятка – это девятое управление, которое занималось охраной высших государственных лиц и важнейших объектов, кстати. О чем забывают, считают, что это только топтуны вокруг там Брежнева, Косыгина и прочих членов КГБ. Вот нет, они занимались еще и охраной вот подобных объектов. То есть там бункеров всяких, даджи государственных и так далее. И вот. И они подтвердили, что да, действительно, это все есть, это все реально есть. То есть есть бункер большой сразу по Кремлю. Еще при Сталине это было построено. Вот при Сталине же построили метро. Это которая ветка, на которую он мог уехать незаметно из Кремля в любой момент. Вот. Второй бункер – это Раменки-43, то есть в районе Государственного государственного университета. Вот. Это в пределах Москвы. Плюс есть, кстати, у всех спецслужб, то есть у КГБ, есть тоже несколько объектов. У Генерального штаба есть несколько объектов. На самом деле этих бункеров, как собак нередных, потому что каждая спецслужба, каждая, ну представляете, стратегическое командование, допустим, РВСН, ракетные войска стратегического назначения. У них бункеры десяток по всей стране. А это мы говорим просто про бункер лично главы государства. У Путина есть, конечно, ему вырыли, безусловно, бункер в Новоогорево. У него, безусловно, есть там, где его резиденции есть, там всегда есть какой-то бункер. Другое дело, что насколько глубоко он запрятан и насколько он оборудован, чтобы обеспечивать автономную жизнь в течение долгого времени. Вот таких бункеров не так много. Тут нужно сказать, что есть еще и бункеры отдельные для пропагандистов российских и для ТАСС на случай ядерной войны, откуда они могут вещать и пропагандировать. Кстати, вот такой бункер им, кстати, воспользовались. Я вам напомню, что это было, произошло в 93-м году. Потому что в 93-м году, в октябре, когда вот была заворуха с Белым домом, с Русским, с Хозбулатовым и так далее, то программу «Время» ввели из как раз одного из таких бункеров, которые есть у российского телевидения, у советского телевидения он был, и тогда уже у российского телевидения. И тогда Ельцин приехал в такую студию с Гаврилом Поповым, с мэром Москвы, и из нее обратился к административному встречам. То есть, вот это к тому, что таких бункеров на самом деле много-много. Скажите, а если говорить о бункерах Путина, у западных разведок есть возможность в режиме реального времени следить за перемещением Путина и понимать, где он в данный момент находится? Ну, на абсурдный случай, если вдруг он там потянется к какой-то ядерной кнопке, чтобы вот нанести упреждающий удар там. Бабах и все. Я думаю, что они отслеживают передвижение, видимое передвижение, да, конечно, видимое передвижение, это можно отследить, то есть машины, так называемые членовозы, да, то есть вот большие эти самые бронированные машины, в которых передвигается президент. Другое дело, что говорить на 100%, если там Путин или нет, нельзя, потому что то же самое, кстати, есть и у американских президентов. Когда американский президент поезжает из своей резиденции в Белом доме, поезжают три бронированных машины, одинаковые, да, вот, и никто никогда не знает, в какой именно из трех машин находится американский президент. У Путина, вот мы недавно слышали, что когда он перемещался из Москвы, что стартовали четыре борта одновременно, которые принадлежат отряду администрации президента. Вот, и в каком самолете именно был Путин, тоже сложно сказать. Но перемещение всего этого отряда, перемещение автомобилей администрации президента, они, конечно, отслеживают. Ясно. Потому что вот, кстати, в начале войны, вы помните, когда нам говорили, что примерно в марте месяце, обратили внимание, что вдруг несколько бортов уехало на Урал, вот в тот самый запасной бункер, где там говорят, там, действительно, неподземный город. Сергей, мне безумно интересно с вами общаться, я как будто каждый раз попадаю в мой любимый фильм «Шпионский шпион, выйди вон» Томаса Альфредсена. Спасибо вам огромное, очень интересно. Сергей Жирнов был в нашем эфире, бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки Российской Федерации. До свидания. Спасибо.